НАТО, Россия и Балтия НАТО и страны Варшавского договора По окончанию Второй мировой войны США и СССР почти сразу вступили в новую холодную войну и фактически поделили планету на два блока – капиталистический и социалистический. Развивающиеся государства Третьего мира балансировали меж этих двух систем. С военной точки зрения в холодной войне участвовали страны, составляющие организацию Североатлантического договора, сокращенно НАТО, и социалистические страны из организации Варшавского договора, сокращенно ОВД. НАТО и ОВД на протяжении 40 лет старались сохранять военный паритет и ни в чем не уступать друг другу, что привело в итоге к гонке вооружений. Закончилась холодная война в конце 80-х с распадом СССР и всего блока Варшавского договора. Расширение и сокращение НАТО. С исчезновением потенциального противника блок НАТО стал, с одной стороны, расширяться за счет стран из бывшего соцлагеря, а с другой – стремительно сокращаться. Европейские государства уменьшили свой военный бюджет и численность армий как минимум вдвое. А группировка войск США в Европе, включая сухопутные силы, авиацию, флот, сократилась почти в четверо – с 280 тысяч военнослужащих в 1990 году до 70 тысяч в 2013. Ситуация в мире кардинально изменилась в 2014 году после вторжения российской армии на территорию Украины и захвата Крыма. Руководство НАТО было вынуждено пересмотреть концепцию стратегического развития и вновь вступить в гонку вооружений. НАТО и страны Балтии Страны Балтии вступили в НАТО в 2004-м, но никаких иностранных военных в Литве, Латвии и Эстонии не было. НАТО соблюдал договор с Кремлем не размещать в Балтии свои вооруженные формирования. Таким образом, рубежи Балтийского региона от Нарвы до Вильнюса защищали только солдаты национальных армий. Эстонской – 5,5 тысяч солдат, латвийской – 5 тысяч и литовской – 10 тысяч. Всего 20 тысяч военнослужащих, не считая резервистов и добровольцев. Своей бронетехники и авиации у стран Балтии практически не было. В то же время по другую сторону границы находились куда более мощные формирования российской армии. Одна только псковская дивизия ВДВ – это приблизительно 10 тысяч штыков, не считая мотострелковых частей, танковых, артиллерии, ракетных войск, ВВС и Балтийского флота. Но, опасаясь крымского сценария, в 2014 году страны Балтии буквально потребовали от НАТО гарантии безопасности. И с 2015-го в Литве, Латвии и Эстонии начали дежурить американские военнослужащие. В каждой стране по одной роте, а рота примерно 170 солдат. Итого полсотни иностранных военспецов. В ответ на расширение НАТО Кремль завела формирование новых подразделений. Первой танковой армии в Западном военном округе, отдельной танковой дивизии в Бугучаре, мотострелковой дивизии в Ельне, мотострелковой дивизии со штабом в районе поселка Валуйки. Таким образом, только в Западном военном округе России сегодня несут службу уже более 400 тысяч военнослужащих различных боевых соединений. Кроме того, резко усилился ВМФ России. За последние годы на воду спущено порядка сотни боевых кораблей, фрегатов, ракетных катеров, подводных лодок, тральщиков и других видов техники. В НАТО действия России охарактеризовали как эскалацию и усилили собственную группировку войск. С 2017 года дежурить в странах Балтии стали уже не временные роты, а тактические батальоны. В тактическом батальоне НАТО около 1300 солдат, плюс боевая техника, танки, пушки, БМП. В Эстонии тактический батальон состоит прежде всего из британцев, в Латвии — из канадцев, в Литве — основа батальона — немцы. Итого, общая численность войск в Балтийском регионе на начало 2020 года, национальные силы — примерно 26 тысяч военнослужащих и дежурные тактические батальоны — еще 4 тысячи бойцов. Соотношение сил в регионе явно в пользу России. 30 тысяч военнослужащих НАТО против как минимум 400 тысяч российских солдат. И глобальное преимущество России в военной технике. Такое положение серьезно беспокоит балтийских политиков, но успокаивает, что пока общий военный потенциал НАТО превосходит мощь российской армии. И обе стороны говорят исключительно о планах обороны. Так же, как это было полвека назад, в период Холодной войны. Субтитры создавал DimaTorzok